В эфире программа «В поисках семейного счастья». Гендерные различия – это различия между представителями разных полов, различия между мужчинами и женщинами. С середины 1970-х годов в мире публиковалось до полторы тысячи работ ежегодно по проблеме гендерных различий, на что были направлены усилия исследователей. Исследователи пытались провести инвентаризацию половых различий, определить, в чем выражаются данные различия. Ученые проанализировали ряд параметров, например, как различные органы чувств воспринимаются мужчинами и женщинами, как происходят процессы обучения и запоминания, как происходят эмоциональные реакции. Исследователи проанализировали внушаемость, самооценку и многие другие параметры. Американские исследователи Макоби и Джеклин собрали и систематизировали более двух тысяч подобных научных работ. В монографии «Психология половых различий» Макоби и Джеклин сделали критический анализ большинства этих научных публикаций и обобщили результаты исследований гендерных различий. Они обнаружили, по большинству проанализированных параметров различия между мужчинами и женщинами практически отсутствуют. Какой основной результат их обобщающего исследования? Они выяснили, гендерные сходства гораздо более значимы, чем гендерные различия. Это был их главный вывод. Однако все же эти исследования обнаружили и ряд гендерных различий. На основе анализа исследователи подтвердили достоверность различий между мужчинами и женщинами в математических способностях, в способностях к пространственному восприятию и агрессивности. Например, мужчины более агрессивны, они более успешны в математических задачах, в зрительно-пространственных операциях. Несмотря на то, что у мужчин и женщин много схожего между собой, мужчины и женщины в общем являются абсолютно разными существами. Это физиологические, психологические, умственные и другие различия. Различий между мужским и женским полом бесконечно много. Мужчины и женщины могут вести себя по-разному в одной и той же ситуации. Муж и жена порой являются полной противоположностью друг другу. К чему это может приводить? Это зачастую является причиной непонимания столкновений и конфликтов. Почему важно знать о гендерных различиях? Почему важно понимать эти различия? Понимание данных различий может предупредить подобные разногласия и может помочь избежать замешательств в межличностных отношениях. Почему Господь Бог создал мужчин и женщин такими непохожими? В чем замысел Творца? Мешают ли мужчинам и женщинам их различия прийти к единству в браке или наоборот помогают? Как показывает практика и исследование, лучше уживаются партнеры со схожим уровнем интеллекта. Например, если оба склонны планировать свою жизнь или наоборот, если оба не любят ставить цели. Более совместимы два реалиста или наоборот два мечтателя. Персональная совместимость может предполагать сходство характеристик, тем не менее было установлено. У партнеров с одинаковыми темпераментами отношения могут быть более сложными и нестабильными. Например, если оба партнера обладают горячими, вспыльчивыми характерами, спор может перейти в бурный скандал. Или если сталкиваются два человека упрямых, неустойчивых, несговорчивых, в таком случае прийти к согласию будет тоже трудно. Или наоборот, два нерешительных человека могут испытывать трудности в семейной жизни. Неравенство и несхожесть людей далеко не всегда ведет к конфликтам. При правильном подходе неравенство наоборот помогает укреплению взаимоотношений. В некоторых случаях положительное влияние на отношения оказывает комплементарность. Комплементарность – это совместимость, которая имеет тенденцию к контрасту и взаимодополняемости. Исследования показали, в парах, где брачные партнеры обладают противоположными темпераментами, удовлетворенность бракам более высокая. В таких парах супруги лучше кооперируют друг с другом и решают возникающие конфликты и проблемы. Различие и несхожесть между партнерами в браке может быть созидательной. Супруги с различными темпераментами могут взаимодополнять друг друга. Несхожесть мужчины и женщины заложены в них при творении. Различие полов – это великая сила. Она призвана соединить воедино в супружеском союзе два совершенно разных существа. Различия мужского и женского естества, неодинаковость характеров, темпераментов супругов могут служить укреплению брака. С супругом в таком случае легче прийти к согласию в спорных вопросах. Различия между людьми при правильном подходе должны служить не разделению, а взаимодействию и взаимопониманию. В каком случае данные различия будут способствовать не конфликтам, а еще большему единению супругов? Подобное единение возможно при наличии любви и доброты в людях. Мужчины и женщины созданы Богом такими разными по нескольким причинам. Во-первых, чтобы они были крепче привязаны друг к другу. Мужчина может дать женщине именно то, чего ей не хватает. Подобным образом и женщина способна на то, чего недостает мужчине. Во-вторых, Бог замыслил супругов разными для того, чтобы исполнить самую главную заповедь – заповедь любви. Любовь с библейской точки зрения – это не столько проявление чувств, сколько способность к самопожертвованию, способность служить нуждам своего ближнего. В каком случае более всего есть необходимость проявлять самопожертвованную любовь? Как раз при различии партнеров, когда они нуждаются друг в друге, когда они нуждаются в восполнении нужд друг друга? Ведь лишь в таком случае открывается возможность дать другому то, чего он сам не имеет. Различия супругов служат проявлению лучших качеств человеческой души, проявлению самопожертвенной любви. Чтобы в супружеской жизни было меньше непонимания и столкновений, партнерам в браке следует знать – различия между мужским и женским полом созданы Богом для взаимодействия и любви в супружеском союзе. Данные различия не будут поводом для конфликта вессор, если супруги правильно распределяют роли и обязанности в семье, если они руководствуются священным писанием и любовью друг к другу. Когда супруги соединяются вместе, они остаются самостоятельными личностями, в едином порыве они помогают друг другу жить более совершенной жизнью. Итак, мужчины и женщины различны, и эта разница имеет божественное происхождение. Бог вложил больше мужества и твердости в мужчину, больше мягкости и чувствительности в женщину. Когда партнеры соединяются, они оба создают идеальную среду для воспитания детей и для совершенного счастья. Все это бывает в том случае, если мужчина и женщина знают об этих различиях и воспринимают их положительно, без раздражения, обиды и гнева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова